Телеканал КРТ представляет Здравствуйте, люди! Добро пожаловать в «Принцип Гольдерба». Сегодня я вас прошу послушать меня, и звонков сегодня я принимать не буду. Тема такая. Послушайте, намотайте на ус и сделайте для себя выводы. Ситуация на самом деле с каждым днем ухудшается для нас с вами. Она улучшается для МВФ, она улучшается для украинских олигархов, она улучшается для Зеленского, по-видимому, и «Зеленых слух», в том смысле, что речь идет об их монетизации. Но для нас с вами она ухудшается, и откровенное представительство вражеских для Украины интересов командой Зеленского уже не прячется, а возведено в такой, знаете, понятный всем ранжир. О чем хочу поговорить сегодня, что хочу вам сказать, и почему программа именно так называется. Готовьтесь. Не будет другого варианта. С этими уже не будет. Это, к сожалению, продолжение Порошенко в таком мимикрированном каком-то виде. Итак, слухи Зеленского, или как там, «Зеленые слухи», сложно их назвать уже как-то по-другому, подготовили для нас с вами законопроект. Его номер 3613. Подготовило его три оболтуса. Лаба, Кривошеев, Костюк. Я хочу, чтобы вы эти морды запомнили, потому что это откровенные такие негодяи. И негодяйство совершают. О чем этот законопроект? Этим законопроектом, они его назвали красиво, о усилении дисциплины по платежам за ЖКХ и все такое. На самом деле, этим законопроектом они хотят засилить всю ту задолженность, которая на самом деле была нарисована Порошенко и его кликой по ЖКХ у людей. То есть сказать, что это было законно и что мы с вами действительно должны эти деньги. И до 1 октября заставить всех нас согласиться с этой задолженностью. То есть еще раз, я настаиваю на том, и собственно говоря, это уже подтверждено, что тарифы все эти годы были незаконные. И это подтверждено не кем-то там, это подтверждено главным изменником, государственным изменником, человеком, который все это сделал и потом отчитывался вице-президенту США о том, что он поднял тарифы цены на газ на 100%. Слово изменнику. Продолжение следует... Помогите, что мы сейчас проведем, что в последние три недели, мы демонстраем, что действительно большое прогрессе в реформе. Мы выбрали в парламенте 100% террористов, несмотря на то, что ИМФ ожидает только 75%. Мы начали реформу реформы государственных праздников. Мы начали реформу для праздников, для медицин, отрывая все обстаклы. Я согласен. Только что на английском языке еще раз, уже много раз, Порошенко сказал Байдену о том, что они подняли на 100%. То есть он не сказал ему, что мы определились, что да, действительно, раньше были тарифы неправильные, цена на газ была неправильная. Вот сейчас мы правильно посчитали. Они просто взяли и повысили цены. Просто тупо им сказали, они сделали, и даже больше, чем их просили. Это однозначно говорит о том, что с момента прихода Порошенко к власти и все эти годы, все формулы, которые они нам выставляли на газ и на тарифы, являлись незаконными. Казалось бы, что нужно еще? Где слова этого Зеленского, который рассказывал о том, что он хочет, чтобы люди не плакали над платежками, а счастливо улыбались, жизни радовались? Поставьте эти три лица и сверху их предводителя Каманчий. Где это все? Очевидно, что тарифы и цена на газ незаконны. Более того, вы отлично знаете, что мы выиграли в судах у кабинета министров. Но Зеленский ничего не делает для того, чтобы людям перерассчитать, вернуть деньги и сегодня изменить тарифы и цены на газ. Более того, он хочет узаконить так называемый наш с вами долг по ЖКХ, которого, по сути, быть не должно. Это придумка преступной клики Порошенко. А раз он это делает, это значит, что он в спайке с ним. Это значит, что это одна комбанда. А выставляет он под это, ну, авторов законопроектов, своих очередных клоунов, участников 95-го квартала. Я ж когда вам говорил, что всю страну уже превратили в 95-й квартал, я не просто так говорил. Один из них, некто Кривошеев. Вот биография этого законодателя. Задумайтесь. Вот задумайтесь. Профессиональный паяц нам говорит о том, что нам делают. Мы сейчас перейдем к сути законопроекта, вы ужаснетесь, о чем он. Но пока об этом паяцы. Был руководителем и капитаном команды КВН «Тяп-ляп», администратором Закарпатской лиги КВН. Работал в компании «Камеди Эвент», которая организовывает свадьбы и развлекательные мероприятия. То есть тамада, профессиональный тамада, наверное. И этот тамада, так же как его начальник, вот они выписывают нам законопроект. О чем этот законопроект? Они хотят, чтобы до октября этого года мы с вами признали всю ту так называемую задолженность, которую для нас накрутил Порошенко, Гройсман, Яценюк и прочие негодяи, которые пять лет разваливали Украину. Если мы не признаем, то за первый год на нас наложат штрафные санкции 20%, за второй год, если я не ошибаюсь, 50%, на следующий год 100% от суммы долга. Это то, что они хотят сделать. Это раз. Два. То есть они хотят изъять у людей еще порядка 70 миллиардов гривен. Это то, что хочет сейчас сделать Зеленский и вот эти три клоуна. Вот что происходит на самом деле. Если человек не соглашается, он, конечно, может идти в суды, но вы же понимаете, судебная система развалена, а они угрожают простым взысканием, простым процессом взыскания недвижимого имущества. Сегодня это невозможно. Нельзя забрать у человека квартиру или дом просто так за долги по ЖКХ. Они хотят это устранить и забирать. Они хотят запретить людям перемещаться, передвигаться, выезжать за рубеж там и так далее в случае, если у них есть задолженность по ЖКХ. И еще очень важный момент. Очень важный. Я заостряю на нем ваше внимание. Уважаемые люди, как вы считаете, Зеленский и весь этот 95-й квартал понимают, что народ не будет долго еще терпеть? Вот уже у всех терпеть, по сути, увервався. Понимают? Понимают. Каждую программу я вам говорю, люди, вооружайтесь, исполняя нормы закона, чтобы защитить себя, свои законные права и интересы, так как полиция это сделать не в состоянии, так как прокуроры не работают на нас с вами. Я говорю вам, вооружайтесь, по закону. Понимая то, что люди сегодня готовы свои интересы защищать всеми законными способами, в этом законопроекте слуги Зеленского выписывают право на запрет нам с вами владеть оружием. Они понимают, насколько надо быть конченными циниками, такими откровенными, не стесняться уже в своих желаниях забирать у людей деньги, и в то же время показывают, они же показывают, что они нас боятся, они боятся, поэтому они и хотят забрать у тех, у кого есть оружие, запретить им пользоваться. Потому что они знают, что люди начнут сопротивляться, в том числе используя все возможные законные механизмы. Закон разрешает сегодня украинцу иметь оружие. И использовать его для защиты законных своих интересов. Они хотят, чтобы люди были безоружны, беззащитны перед армией негодяев, которых они хотят натравить на граждан Украины, чтобы забрать деньги. Еще раз, еще раз, я стараюсь очень простыми, понятными словами объяснять, что сейчас происходит. Отлично понимая, что цена на газ завышена, и была все эти годы завышена. Отлично понимая, что люди переплатили Порошенко сотни миллиардов своих денег. Отлично понимая, что нет никакого долга у людей по ЖКХ, это все надуманные вещи, потому что цифры эти выдуманы, высосаны из пальца. Там Порошенко только что вице-президенту штатов докладывал об этом. Отлично все это понимая. Зеленский продолжает разбойничью политику Порошенко в сфере ЖКХ. Он хочет узаконить долги без суда, без ничего. Вот он хочет нас заставить, чтобы мы согласились с этими долгами. И забрать эти деньги у людей. То есть тупо забрать деньги у людей. Вот так называется то, что они готовят. А потому что они знают и понимают, что люди будут сопротивляться, они хотят запретить людям перемещаться, они хотят запретить людям владеть средствами самообороны. Вы знаете, фильм был такой оно, фильм ужасов. Кто хочет, посмотрите или в Википедии прочитайте, и посмотрите, кто там главный герой. Вот мне кажется, что с этим человеком происходит какая-то метаморфоза у нас на глазах. И он превращается в такое же чудовище, как и Порошенко. Но и это еще не все. Понимая, что экономика страны разрушена, понимая, что экономика каждого домохозяйства, малого и среднего предприятия, каждой семьи пострадала, правительство Шмигаля, назначенное Зеленским по просьбе одного из олигархов, ничего не делает для того, чтобы привести экономику в порядок, чтобы людям дать подышать, усиливает и усиливает налоговый гнет. Я хочу сейчас обратиться к классике, прекрасному мультфильму. Вы сейчас сами поймете, о чем идет речь. И это то, что педалирует Зеленский. За последнее время доходы нашего государства уменьшились. После того, как был введен налог на воздух, вы стали меньше дышать. Это возбудительно! Молчать! Кроме того, вводится новый налог на осадки. За обыкновенный дождь 100 лир. За проливной дождь 200 лир. С громом и молнией 300 лир. Молчать! Интересная штука получается. У этого крикливого лимона сверху зеленая шапочка. Обратили внимание? Этому мультику лет 50, наверное. То есть тогда еще поняли мультипликаторы, кто будет управлять Украиной. То же самое сегодня происходит в Украине. Ведь не делается ничего для того, чтобы экономика развивалась. Послушайте нормальных экономистов. Что они говорят о законопроектах, которые принимаются сейчас за основу. Ведь все законопроекты направлены на разграбление путем усиления налогового гнета малого и среднего бизнеса. И передачу контроля над финансовыми институтами страны зарубежным партнером Зеленского-Порошенко. Уже если раньше было понятно, что клика Порошенко-Гройсман, то сейчас вполне можно говорить, что два президента сотрудники и союзники. Настолько смешно слушаются исповеди Зеленского о том, как он Порошенко не воспринимает, не любит и что тому нечего ему советовать. Серьезно, Зеленский? А не с вами ли он выставил на продажу украинскую землю? Это то, что додумались вы сделать ночью под покровом пандемии? Кстати, еще к пандемии мы вернемся. Я повторю свой тезис о том, что если клика Порошенко зарабатывала, грабила страну на войне, стравливая людей друг с другом, то эти это делают под покровом пандемии, рассказывая нам о том, что у нас вирус, ковид и так далее и тому подобное. Но это отдельная тема, в том числе отдельного, я уверен, будущего судебного расследования и разбирательства. А пока вот принц Лимон сказал о том, что будет введен налог на дождь, на воздух. А что происходит в Украине? Правительство Шмигаля подготовило соответствующие нормативные документы к тому, чтобы на 5% примерно повысить стоимость для импортеров, то есть для тех, кто возит нам, ну а значит для нас, мы же конечные с вами потребители, на всю технику и даже на пищую бумагу. Это нужно якобы для соблюдения прав, интеллектуальных прав авторов, которые сильно страдают от того, что вдруг я, купив телефон, на него что-то скачаю. А если не скачаю, а если я буду пользоваться им только как телефоном и калькулятором, почему я должен платить еще плюс 5%? Почему они устанавливают новые надбавки, налоги и прочую дрянь тогда, когда стране плохо? Почему, когда мы смотрим на Европу и там людям выделяются бесплатно деньги, чтобы поддержать их в момент пандемии, в момент карантина, в момент обрушения экономики? И то же самое делается в Америке. Почему здесь проходимцы, которых мы избрали и которые обещали нам, что страна свернет с грабительского курса, наоборот, загоняют ее во все больше и больше бедлам? Неплохая была запись, сделана в социальных сетях, я сейчас автора не назову, это не я автор, но она очень классно все отражает. Смотрите. Чиновники назначают себе по полмиллиона гривен зарплаты, народ платит молча. Присылают платежки за транспортировку газа, мы платим. Сейчас начнут присылать платежки за транспортировку электричества, будут платить. Народ же молчит. Значит, чиновники удивляются, какой терпеливый, послушный народ, или все-таки тупой. Повторюсь, не мои фразы, но. А давай еще придумаем налог на смартфоны, телевизоры, компьютеры. Молчат ведь, молчат. Не бастуют, не устраивают демонстрации по городам Украины. Значит, и этот наш налог на тупость платить будут. А там посыпятся следующие налоги. На велосипеды, на детские коляски. Не, серьезно. Зеленский же театрал, он такой артистичный парень, как о нем один сказал. Легкость ума необычайная у него. Вот и будет налог на коляски, в селе засадовые тачки, лопаты, грабли. За вилы десятикратный налог. Вдруг какой-то бешеный крестьянин с вилами придет в исполком выяснять отношения. А там, о радость, введут налог на воздух и воду в колодцах, скважинах, речках, озерах. Жрать-то им массом, оказывается, надо. Будут выращивать овощи. Что неправильного здесь сказано? В стране, где гибнет торговля, потому что покупательная способность у людей мала, крайне мала стала, потому что у людей забрали их сбережения, в этой стране планируют поднять пошлину как раз перед тем временем, когда крестьяне и фермеры будут собирать урожай. Поднять очередной раз пошлину на дистопливо и на сжиженный газ. Это при том, что уже очевидно, что Россия не видит Украину как транспортера газа, и они сейчас демонтируют трубы. Знаете об этом? Русские со своей стороны демонтируют газопровод. Потому что украинское правительство сначала Гройсмана, сначала Яценюка, потом Гройсмана, теперь вот этих гончарюков, шмигалей и прочая вся эта Адаробла, они просрали политику транспортировки газа. Сделали это намеренно. Это на самом деле государственные преступники, вредители, которые разрушают экономику страны. Все хуже ситуация, а они собираются поднимать пошлины на солярку. А к чему это приведет? Неужели сложно догадаться? К тому, что вырастут цены на овощи, на фрукты, на зерно, на хлеб для нас с вами. И это делает человек и его команда, которые себя назвали, прости господи, слуги народа. Это враги народа. Самые откровенные враги народа. А нам рассказывают, что это нормально, это поможет, это что-то стабилизирует. Помните, я приводил пример по электроэнергии. Мы поднимем цены, мы соберем лишних 11 миллиардов, и там сказано, и это стабилизирует положение. Чье положение стабилизирует, как фамилия этого олигарха, они не сказали. Но это точно не касается Украины. Вот еще одна цитата из кинофильма, она настолько четко обрисовывает, что происходит у нас с вами, и как ведет себя наш президент. Ну, я уже Шмигалей и всех остальных не считаю, это исполнители. Вот, посмотрите. Я не знаю, в курсе ли вы, но народ голодает, моя королева. Прояви фантазию, Брайтон. Скажи подданным, мол, мясо – это хлеб, мало – это много, бла-бла-бла. Простой народ ценит метафоры. Уболтай их. Хлеб – это мясо. Новая подать? О, громотей! Проследите, чтобы никаких недоимок. Куда она деньги девает? На оборону. А чего? Надо ли напоминать вам, в какой мы все опасности? Этот фильм об Украине, вот все, что вы сейчас услышали, оно ж так и есть. Это правило использовал Порошенко. Надо ли вам напоминать, что на нас нападет Путин, там, или еще кто-нибудь нападет. Это правило сейчас использует Зеленский. Надо ли вам напоминать, что у нас коронавирус. Поэтому 65 миллиардов, которые мы забрали из бюджета, мы распотрошили. Вы лечитесь, ходите за свои деньги, но вдруг вот он усилится. Поэтому вы не трандите сильно, вы давайте там платите дальше. Как быть в этой ситуации? Вот как быть? Какой надо мне иск подготовить? Мне, моей команде? Что надо сделать? Кому нужен этот иск? Кому нужно? Зеленскому оказалось нужно то, что мы выиграли для нас, для всех, у Кабмина Гройсмана, и признали незаконными его цены на газ. Зеленский что-то с этим сделал? Он дал этому ход? Нет, ему это не нужно. Он хочет другого, он хочет еще больше забрать денег. Он продолжает то, что он и его команда, продолжают то, что творили Порошенко, Гройсман, Яценюк и их банда. Он это продолжает. Какой выход, скажите, люди? Какой? Какой выход? Что надо делать? Как надо? Улыбаться или плакать, пугать или наоборот? Что? Опустить руки. Если опустить руки, правильно вот этот парень, который написал текст, сказал, будет налог на тяпки, на велосипеды, на седла, на трусы, на колодцы, на все, вообще на все. У этих проходимцев, как они себя там называют, либертарианцев, у них хватит на это, ну, как правильно сказать, совести там нет, и гнилой природы. И им пофигу, сколько уйдет людей. Им это неинтересно. А раз так, каждому из нас, каждому из нормальных граждан Украины должно быть пофигу, что произойдет с ними нехорошего. Они ненавидят нас или относятся к нам безразлично. Мы точно так же должны относиться к ним. Мы должны защищать свои права и интересы, которые даны нам Богом и Конституцией. И это не пустые слова. Будет потом новый налог на воду, на воздух. Они додумаются до этого. Если сейчас это не остановить. Ответ у меня простой на мой же вопрос, что делать. Готовьтесь сопротивляться, уважаемые люди. Не будет по-другому. Они не хотят по-другому. Они не понимают по-другому. Посмотрите на мир. Там, где люди сопротивляются, получается по их. Там, где люди молчат и проглатывают, ничего не получается. Готовьтесь, люди. Пусть Бог хранит Украину и каждую украинскую семью.